В Белгороде сегодня вспоминали жертв политических репрессий. Траурный митинг провели возле мемориала в парке памяти. Его участниками стали те, кто пострадал от тоталитарного режима, и те, кому небезразлична судьба невинно осужденных. Репортаж Елены Коржовой. Жизнь человека только миг в безбрежном времени вселенной. Жизнь каждого из них в годы большого террора изменилась необратимо. Клейму «Враг народа» практически в буквальном смысле не давала вздохнуть и открывала только один путь – в тюрьму или в лагеря. Сегодня в Белгороде живут почти 600 человек, ставших жертвами политических репрессий. У каждого из них своя трагическая история, но при этом объединяет их общая боль, которая не утихает до сих пор. Пришли, все разнесли, забрали две коровы, лошадь, забрали овец, забрали, ну все забрали. И приехали, у нас дом был хороший в деревне, хороший дом. Так они 25 подвод представили, этих разводных таких, разобрали его, перевели в какую-то, забыл какую-то деревню, там правильнее колхоза сделали. Мы ушли, скитались по квартирам, это не жизнь была, вообще я не знаю, как пережить. Девять человек в семье, вы знаете, это вообще страшное дело. Это был 1934 год. Отца Александра Ефимовича Волошкина раскулачили, семья была вынуждена покинуть родную Алексеевку Карачанского района и скитаться. Подобных историй в стране даже не тысячи, миллионы. Точное число жертв режима до сих пор не установлено. В Белгороде пострадавших от политических репрессий объединяет общественная организация, она работает уже 22 года. Все это время ее возглавляет Зинаида Алексеевна Лобанова. Ей пришлось пройти через лагеря вместе с родителями. Она всегда готова протянуть руку помощи товарищам по несчастью. Чем в основном организация наша занимается, руководствуется? Конечно, тем, что продлит жизнь и как-то сделать более человечески доступной, более, что ли, комфортной, я не люблю это слово, более человечной их жизнь. Те, кто прошел через тюрьмы и гонения, их дети и близкие каждый год приходят на траурный митинг, чтобы вспомнить безвинно пострадавших. И каждый раз памятная церемония собирает все меньше людей. В области общественная организация жертв репрессий сократилась с 15 тысяч человек до полутора тысяч. В городе с почти 700 до 250. Действительно, это страшная история. Но историю нужно знать, историю нужно помнить. Отрадно осознавать, что люди, которые прошли все это, сегодня являются активистами. Сегодня являются важной частью нашего города. И это люди, которые всегда и везде на передовой. Я хочу низко поклониться вам, кто пришел почтить память жертв политических репрессий. Низко поклониться людям, которые стали безвинно виноватыми. Вечная память невинно пострадавшим. День памяти жертв политических репрессий был закреплен за 30 октября в 1991 году. В этот же день, в 1974-м, политические заключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против репрессий. В памяти тех, кто не перенес гонений и тюремных тягот, отслужили литию по усопшим. То, что сегодня здесь присутствуют люди, которые помнят эту дату, говорит о том, что все-таки мы с вами стоим на страже нашей истории. Мы не даем возможность забыть прошлое. Отметим, что жертвам политических репрессий в областном центре предоставляется ряд льгот. Это 50-процентная оплата за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное слухопротезирование и ежегодное диспансерное обследование. Ежемесячные социальные выплаты и бесплатный проезд в железнодорожном транспорте раз в год. В 2011 году в парке памяти открыли мемориал пострадавшим от репрессий. А сегодня в Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова появилась своя стена скорби. Это бронзовый двусторонний горельеф. Он состоит из безликих человеческих фигур. На разных языках на нем написано единственное слово – помни. Елена Коржова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.